МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24, в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Позаботьтесь о своем здоровье. В первой поликлинике возобновили программу диспансеризации. Аутизм и переговорки ежегодно 2 апреля во всем мире отмечают день распространения информации о проблеме аутизма. Учитель года 2022, педагог лицея номер 15, стал победителем городского этапа всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. В первой поликлинике возобновили программу диспансеризации. Пройти обследование могут все желающие от 18 до 39 лет. Раз в 3 года с 40 лет ежегодно. Кроме того, для тех, кто перенес ковид, предусмотрена углубленная диспансеризация. Подробности в следующем репортаже. Вывед на ранних стадиях серьезные заболевания и патологии, обнаружить факторы риска. Это главная цель диспансеризации. После перерыва, вызванного волной ковида, в первой поликлинике вновь возобновили профилактические мероприятия. Пройти диспансеризацию могут раз в 3 года. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет. 40 лет медики приглашают на обследование ежегодно. Если гражданин в указанные возраста не попадает на диспансеризацию, то есть ему нельзя провести диспансеризацию по возрасту, он может пройти профилактический медицинский осмотр. В принципе, это такая же диспансеризация, только набор исследований сокращен, так скажем. В первую очередь диспансеризация позволяет обнаружить сердечно-сосудистые заболевания, которые занимают первое место по смертности в мире. Обязательно у пациентов измеряют уровень сахара в крови и холестерин, проводят ЭКГ. Второй большой блок – исследования, направленные на выявление онкологии или предраковых заболеваний. Для этого у нас тоже есть определенные исследования. Это флюорографии легких. Для мужчин мы проводим измерения в определенном возрасте, измерения уровня ПСА для исключения рака предстательной железы. Для женщин мы проводим маммографию, согласно, ну, все происходит по возрастам. Также проводят исследования на наличие скрытой крови в калии, а с 45 лет – гастроскопию. Кроме того, с лета прошлого года в России стали проводить углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом граждан. В нее входят и стандартные исследования, и дополнительные. Проводим рентген легких обязательно, сперметрию, то есть исследуем функцию внешнего дыхания. Обязательно пациенты сдают кровь, биохимический общий анализ крови. И для пациентов, которые перенесли тяжелые и средние тяжести ковид, определение дедимеров крови, то есть фактора образования, тромбообразования. После проведения всех обследований пациента направляют к терапевту, который рассказывает про результаты анализов, проводит консультацию, при необходимости назначает лечение, дает направление на дополнительные анализы, процедуры, направляет к узким специалистам. После того, как я переболел ковидом, решил пройти диспансеризацию. Что мне очень понравилось, все это на одном этаже, времени, минимальные затраты, все очень удобно, хорошо. Хороший терапевт, который объясняет в дальнейшем, на что уделить внимание. В 2020 году я дважды переболела ковидом. Через полгода меня пригласили на диспансеризацию. Там предложили, после диспансеризации, предложили дневной стационар. Облечила в дневном стационаре. Очень довольна отношением врачей, вниманием, всего медицинского персонала. Со второй половины года клиническая больница номер 50 планирует проводить школы здоровья для пациентов, у которых во время диспансеризации обнаружили факторы риска. Школы будут посвящены гипертонической болезни, раку груди, борьбе с табакокурением. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Для них свет слишком яркий, звук громкий, а легкое прихосновение может быть болезненным. Ребенок с расстройством аутистического спектра может родиться в любой семье. Заболевание нельзя вылечить, но можно научиться жить с ним. Ежегодно 2 апреля во всем мире отмечают День распространения информации о проблеме аутизма. Аутизм начинается в первый год жизни ребенка. Явно увидеть его можно в два года. Выявляют и ставят диагноз ближе к трём. Специфических методов обследования не существует. Электроэнцефалограммы или МРТ идут в помощь специалисту. Но чаще он опирается на свои наблюдения. Ребенка аутиста распознать несложно. Такие дети зачастую отгорожены от внешнего мира. Не желают взаимодействовать с окружающими. Имеют речевые и эмоциональные нарушения. Часто такой ребенок не употребляет в своей речи местоимение «я». Говорит о себе во втором или в третьем лице. У аутистов задерживается формирование навыков опрятности. Он не общается с внешним миром. Он может не обращать внимания, когда обращаются к нему по имени. Игнорировать. Не допускать тактильного контакта. То есть, когда до него дотрагиваются, до ребенка. Хотя есть дети, которые любят именно тактильный контакт. Он не смотрит в глаза. Собеседнику, независимо от степени родства, то есть знакомый человек незнакомый. Степень аутизма разная. Бывают грубые нарушения в развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью. А бывает наоборот. С возрастом и под влиянием терапии проявления аутизма сглаживаются. И по мере взросления остаются только личностные особенности. Есть в нашем городе дети с диагнозом аутизм, которые закончили обычные школы и поступили в вузы. Нашли свое место в социуме и научились взаимодействовать с людьми. Хотя чаще всего аутисты ходят в сад для детей с речевыми нарушениями, учатся в коррекционных классах или находятся на индивидуальном обучении. Из года в год количество аутистов растет. За последние пять лет в Сарове количество детей с таким диагнозом увеличилось более чем в два с половиной раза. Заболеваемость растет и по всей стране. Заболеваемость за предыдущие, если брать 14-й год, чем 21-й за 7 лет, она растет. Но это не эпидемия. То есть да, заболеваемость растет, но нельзя сказать, что это переходит разряд эпидемии. У нас аутистов там очень-очень много. Аутизм не приговор. Главное для родителей принять этот диагноз и понять, какие у их ребенка сильные стороны и развивать их. К тому же сейчас существует очень много методик, по которым специалисты занимаются реабилитацией детей-аутистов. Есть несколько видов коррекции важных. И медикаментозные в том числе. Но в любом случае на первое место выходит психолого-педагогическая коррекция. Это направлено на то, чтобы развивать их сенсорное развитие. Обучать их, да, сенсорное, это у нас и слух, и зрение. Обучать контакту, обучать пониманию обращенной речи, взаимодействию. То, чтобы откликался на просьбы, да, выполнял инструкции. И мог эти инструкции принять, понять и сделать. Показывать ребенка с аутизмом специалисту следует не реже раза в квартал. При прохождении медикаментозной терапии раз в три недели или в месяц. Для аутистов в марте прошлого года в регионе открылся ресурсный центр. Он стал для семей единым окном, где можно получить помощь и поддержку специалистов. В центре составляют индивидуальные маршруты для получения услуг в сфере соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта и занятости. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Жителям России и Беларуси с 1 апреля больше не придется платить за входящие звонки в роуминги, сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Кроме того, в будущем планируют отменить все роуминговые наценки, в результате чего стоимость звонков при перемещении между этими странами будет равна стоимости общения внутри своей страны. Благодаря этому россияне, находящиеся в Беларуси, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Размер земельного налога заморозили на год. В налоговый кодекс внесли изменения для поддержки граждан в сложившейся экономической ситуации. Пересмотр кадастровой стоимости объектов по всей стране проведут в один и тот же год. До сих пор регионы самостоятельно устанавливали сроки переоценки, поэтому налоговые ставки в разных регионах страны были рассинхронизированы. Сейчас во всех регионах должна быть проведена оценка земельных участков, независимо от того, когда она проводилась в регионе в последний раз. Если кадастровая стоимость будет переоценена в 2022 году, то отразится она только на налоге за 2023 год, который следует заплатить в 2024. С 1 апреля начнет действовать мораторий на возбуждение дела о банкротстве. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил мораторий на возбуждение дела о банкротстве по заявлениям кредиторов на 6 месяцев. Он затронет как организации, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение будет сделано лишь в отношении застройщиков многоквартирных домов и другой недвижимости, вводимой по закону о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных активов. Это решение позволит поддержать компании и граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства. В Сарове назвали лучшего в одной из самых важных профессий. Победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» стал педагог лицей номер 15 Дмитрий Григорьев. Подробности далее. Итак, тема сегодняшнего урока «Свойства прямоугольных треугольников». Записывай. Учитель – это призвание. С известной фразой Дмитрий Григорьев согласен полностью. Его работа требует стопроцентной отдачи. Привить интерес учеников к своему предмету – задача сложная, но выполнимая. Достичь ее помогают два способа. Нестандартная подача материала и отношение к детям, рассказал педагог. Например, тот же самый парковый урок, когда мы выходим за пределы кабинета и проводим эти уроки геометрии на улице, когда они сами могут все попробовать. Ну и плюс еще само отношение к детям, наверное, вот это самое главное, что если ты не будешь любить детей, то и ребенок это не увидит, то что бы ты ему ни говорил, как бы ты ему ни преподавал, как бы ты ему ничего не рассказывал, то он тоже относится к вам будет. Решение о том, что станет учителем, Дмитрий Андреевич принял спонтанно. Со своим другом в 1996 году он поехал в Арзамасский педагогический институт. Увидел в списке физико-математическое направление и решил проверить свои силы. Так началась история становления в профессии, которая длится и по сей день. Страсть к такой сложной науке, как математика, в Дмитрии Григорьевича проснулась еще в школе. Получилось так, что когда еще учился в школе до 1996 года, то есть 10-11 класс с моим другом, мы школьный предмет, ну у нас тоже такая же общая образовательная математика была, школьный учебник, даже не предмет, а школьный учебник прошли за полгода, нам было скучно. Соответственно, нам давали более сложные задания, ну не знаю почему-то, вот к математике больше пристрастен, чем к другим каким-то предметам. В конкурсе «Учитель года» Дмитрий пробует себя впервые. На первом этапе на суд жюри нужно было предоставить методическую копилку учителя в виде презентации. Второй этап – снять на видео урок математики. Основная сложность заключалась в том, что параллельно с «Учителем года» Дмитрий Григорьев участвовал еще в одном серьезном конкурсе. Очень помогла в этот период команда лицея, признается мужчина. Спасибо моей команде. Если бы не команда лицея, с которой мы все вместе и продолжаем дальше готовиться, то одному это сделать нереально. Команда всегда поддерживает, команда всегда помогает, где-то похвалит, где-то наоборот какие-то жесткие слова скажет, но тем самым наоборот мы исправляемся. Но без команды ничего бы этого не получилось. Сейчас Дмитрий Андреевич готовится к следующему этапу конкурса. Он пройдет в Навашино уже 6 апреля. 2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги. Праздник приурочен к дню рождения великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсона. Цель Дня детской книги – привлечь внимание к литературе, к книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения. Дима Якунчиков буквально вырос среди книг. В детстве много читал с мамой, повзрослев и интерес к литературе не утратил. Мальчик старается уделять чтению хотя бы 2-3 часа в день среди предпочтений, фэнтези и фантастика про постапокалипсис. Сейчас, конечно, намного меньше моих ровесников, которые читают, но все равно многие этим увлекаются. То есть еще не все вот как-то совсем забыли про книги. Интересно узнавать какие-то истории. Вообще интересно вот про людей почитать, как они живут. То есть все равно вот иногда не знаешь, как в той или иной ситуации себя поведешь. И интересно в книге это прочитать, как ведут себя люди. Как виртуальность сочетается с реальным миром, как найти свое место, как жить, зная о смертельном диагнозе, что делать, если друг попал в сети наркомании. Сегодня детские писатели не боятся поднимать сложные и серьезные темы. Читать такую литературу интересны детям и взрослым. В этих книгах много подводных камней, и каждый возраст считывает что-то свое. Видим по детям, что как интересно это читать детям. Потому что это книги, несмотря на серьезность, такие страшные темы, нацеленные на позитив и на то, как действительно где-то вырулить, чтобы у ребят получилось справляться с этими проблемами, если в жизни придется им с чем-то таким столкнуться. Также и в детских, и в подростковых книгах много внимания стали уделять иллюстрации. Книги начинают играть яркими красками, привлекая внимание читателей. Для подростков выпускают комиксы и графические романы, а для детей – книжки-картинки. Яркий пример – проблемы пингвинов. Читать в ней практически нечего, но понять историю можно по картинкам. И ребята по картинкам, по иллюстрациям понимают, какая проблема у данного конкретного пингвина, конечно, за его образом какой-то человек. Что-то начинают понимать, что такое депрессия или просто плохое настроение. Начинают разговаривать о том, как с этим бороться, как борются они. То есть получается еще вот такой вот очень хороший, интересный диалог. Для себя все больше детей выбирает современных авторов, но акцент в школе остается на классике. Библиотекари помогают лучше понять произведения школьной программы, устраивая библиотечные уроки и перформансы. А еще советуют, что почитать в дополнение к классическим произведениям. В этом направлении идут даже издатели, которые издают классику. Есть ряд сопутствующих книг, которые помогают раскрыть классические школьные произведения. Конечно, это намного проще вот именно через такое так воспринимать современным школьникам. 200 лет прошло, язык уже сильно изменился. Что в этом может помочь? Воспринять смысл основной книги. Помогают как раз иллюстрации. 2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги. Лучший способ его отметить – прийти в библиотеку и почитать хорошую книжку. А выбрать ее с удовольствием помогут библиотекарям. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова